Запись. Можешь еще раз повторить? Да, могу. Да, все, чтобы уже записывалось, потому что сейчас может еще только один человек подключиться. Ну, ждать, я думаю, уже смысла нет, то есть, грубо говоря, запись началась. Данил, нас слышно? Алло. Да, 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 слышно. Я микрофон просто отключил, езду в области. А, ну хорошо. То есть, слушать можешь. Евгений, ты рассказывал о себе. Так, ну вот, собственно, есть группа ВКонтакте «Свободная Технократическая Республика». Ну, вот, собственно, занимаюсь тем же, собственно, чем и вы все. А можно сразу ссылочку? Если есть такая, скинуть в чат. Да, могу, конечно. Вот. Ну, что еще, что-то хорошего. Ну, почти. Вот, на данный момент есть тут два домика. Строю. Вообще, в планах построить 5-7, в зависимости от того, насколько, ну, как это все дело дальше разовьется. Вот. Женя, ты из Киева, да? Да, я в Киеве. Ну, под Киевом. Ага, понял. Под Киевом. Вот. Собственно, ну, нужно еще два технических помещения будет построить. Одно из них, это будет производственное, которое будет ориентировано на внешнее производство. Ну, то есть, грубо говоря, для производства чего-то того, что можно будет продавать и таким образом развивать, ну, ну, скажем так, работать с внешним миром. Вот. Ну, максимально пытаюсь сделать так, как можно меньше зависеть от внешнего мира. То есть, на данный момент для этого сделано мало. Вот. Потому что, ну, есть, сделан там дом, например, из пеноблоков. Он утеплен. Сделана потом система отопления, теплые полы. Нету еще солнечных батарей. в общем, грубо говоря, много чего нет. Нету скважины для воды. Есть, в принципе, уже система частично для этого сделана. То есть, нахоз есть для этого. Ну, в общем, скажем так, понемножку делается. Готовы на данный момент два дома. Но один, я бы сказал, что он полностью готов. Второй, он готов. ну, процентов на 80. Там уже, собственно, живут. Но, вот, хочу сделать, что там делать. То есть, Хотелось бы еще одну комнату там десет. Вот. Ну, понемножку развиваюсь. Хочу максимально то есть, сделать так, там, начиная от всякой мелочи из серии, там, робопылесосов и, там, посудомоечных машин и заканчивая такими крупными вещами, например, как 3D-принтер, призасчику, плазморез, который поставить в техническом помещении там и так далее. То есть, все эти вещи, они нужны и они, ну, как бы максимально могут убирать рутинный труд, который, ну, по сути, который не нужно будет делать один и тот же раз за разом. то есть, ну, это, всем понятно. Вот. Ну, здесь, в принципе, определенные проекты, над которыми работаю, разрабатываю и далее. Ну, больше, скажем так, я больше надеюсь на самого себя. Вот. То есть, с одной стороны, плюс это в том, что я знаю, что я себя не подведу, а минус заключается в том, что это все делается долг. Вот. Но, тем не менее, это. Вот. Ну, это как-то так, на данный момент. Если какие-то вопросы делать. Ну, в общем, в принципе, да, действительно, мы движемся достаточно популярно в нынче русле автоматизации. Вот. Я так полагаю, здесь все знакомы с проектом Венера? Ну, да, я думаю. Есть кто-нибудь, кто не знает проектов. Какой проект? Проект Венера. Я не знаю. А ссылочку можно почитать? Про проект Венера? Алло, можно погромче, просто очень плохо слышно, кто это сказал? Я еще, я, 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 я. Кто не в курсе, что такое проект Венера? Кто? Пустим, я. Я не в курсе. Я, 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 я. Так. Ну, вот ссылочка на группу ВКонтакте, она, кратко, то, что здесь написано, это мир без политики, нищеты и войн, да? То есть, идея в чем, что предлагается создать, точнее, не создать, а принять всем обществом новый вид устройства этого общества. и основной целью этого проекта является, допустим, объявить серию устройства планеты общим достоянием человечества. Для чего? Для того, чтобы тех же самых войн не было, и чтобы можно было путем автоматизации достичь того, чтобы не было нищеты, то есть, обеспечить, скажем так, недостаточном уровне изобилия, ну, и, соответственно, изучить, насколько наша планета вообще способна выдерживать, какое количество людей, вот, ну, чтобы мы, грубо говоря, развивались уже без политики и денег, а больше исследовательским путем, то есть, чтобы все люди были на равных в плане того, что если кто-то хочет провести какое-то исследование, ему буквально тут же, если такое решение и исследование еще не проводилось, выдадут все ресурсы для этого исследования, и всяческое содействие будут оказывать. Иными словами, рай для изобретателей и творцов. Ну, и, соответственно, для всех остальных людей, если удастся обеспечить вот это самое изобилие на достаточном уровне, чтобы всем людям хватало всего того, чего они хотят. Вот. Это кратко. Власть инженеров, скажем так. А? Что? Власть инженеров. Ну, неизвестно, чья будет на самом деле власть. Вот как раз тот проект, ради которого мы здесь и собрались, это так называемый, мы взяли идею из проекта Венера, correlation center, то есть, центр распределения ресурсов. По сути, это предполагается как децентрализованная сеть, систем, которые позволяют полностью автоматизировано управлять всем городом. Вот. То есть, по сути, это аналог электронного правительства, но здесь самого по себе как бы правительства то есть, ну, грубо говоря, не будет. Эта штука, она будет управлять больше производством и прямыми потребностями людей, да, то есть, это не какая-то ограниченная функция, которую берет на себя государство, все остальное отдают людям. Это некая площадка или платформа, на которой совместно можно принимать участие в удовлетворении потребностей и нужд всего города и каждого человека в частности в этом городе. Можно вопрос? Ну и соответственно... Горсин? А? Это что-то Киберстит, по сути, да? Киберстит? Киберстит. Сейчас скину ссылочку. Было, в общем, по-моему, в Чили электронное правительство, которое, ну, скажем так, просуществовало недолго, но при этом довольно хорошо справлялось своими... своими... акциями, да? Какой-то, да. Вот. Сейчас найду, скину ссылочку тогда. Так, я сейчас включил демонстрацию экрана. Она... у кого-то должна работать, у кого-то она не работает. Я смотрю. тут прижимается спеть. Угу. Понятно. Показать экран я, наверное, пока что не смогу, то есть это будет только записи пока что. Потому что интернет почему-то очень слабый против проекта Венера Европы. Сейчас, секунду, здесь, скорее всего, еще компьютер мой против проекта Венера. Он конкретно сейчас зависит по какой-то непонятной причине. Так, ссылка, да? Киперсин. Ну, возможно. Возможно, это то, что близко к этому или, по сути, да, он ресурсориен экономик против мира. Возможно. Вопрос, существует ли у этого проекта некое решение, которое открыто, допустим, в open source, то есть с открытым исходным кодом. Вы ведь об этом что-нибудь знаете? но я не встречал. Это был вопрос на повестке у меня? Смысл на повестке у меня? Ну, именно, только этот вопрос в open source, потому что вроде бы, такого нет, насколько я слышал, не слышал. Я, в общем, крайне мало слышал о проекте Венеры. Ну, давайте, так, если вы ничего не слышали, давайте мы будем, грубо говоря, чтобы не тратить время, просто, другого говоря, молчать в открытую. Я надеюсь, это никого не обидит. Просто, если есть информация, говорите, если нет, просто, грубо говоря, отвечать не нужно, мы очень сильно подорвем, то есть переключусь к следующему вопросу. Не-не-не, погоди, ты задал вопрос, там все ли в курсе чего-то там, и я так понял, что не все в курсе, я тоже, наверное, ну, тогда вводную, расскажи вводную, там, минут на 10 хотя бы. Вопрос скорее был в том, если, то есть, если так видно, знание об этом, то есть, у кого-то уже, сейчас, секундочку, на более массовую площадку типа форумов никак, именно, шесть человек скайпом? В смысле? Ну, какой-нибудь, может быть, стоит искать информацию по опенсорсу где-то на форумах, а не конференциями. По скайпу удобно, общаться удобно и по переписке в чатах, это другой формат, когда можно в режиме реального времени пообщаться голосом и это наиболее быстрый способ. Ну, да, информация сохраняется на форумах, да? Это понятно. Можно ее и в гугле найти, да, здесь сейчас мы записываем этот разговор и, собственно, я еще экран записываю с ним, чтобы было видно. я посмотрел сайт этого киберсина, у них есть на их языке короче, я не знаю, какой это язык, точно не русский, но там есть достаточно интересное описание того, что есть документы, выложенные открытые на доступе в этой системе или тому, что планировал сделать. Вот, там, в принципе, есть некие картинки достаточно очень, достаточно близкие тому, о чем речь. Хорошо, кто-нибудь слышал про... точнее, давайте так, давайте вот сейчас действительно спросим, кто не знаком с такой вещью, как сетевое планирование и управление. Вячеслав, ты что-то хотел сказать? Да, это какой-то термин, или что это, что это такое, откуда это определение? Это термин, я видеоролик скидал в том чате, где всех собрал. Ты его не заметил, там прям так, как и написано, сетевое планирование и управление перед роликом. Я могу сейчас его еще раз скинуть уже в скайпе, чтобы было ссылка. в общем, есть еще такая система, называется Better Means. Это система управления проектами, которая была, собственно, сделана в Америке, насколько я понимаю. и она позволяет управлять проектами не иерархично, а именно в виде горизонтальной схемы организации. группа говорят, что каждый человек может выступать вроде руководителя на конкретную задачу или наоборот, вроде просто исполнителя. Ну и, соответственно, каждый руководитель может быть в том числе и исполнителем, а не только руководитель процесса. сетевое планирование и управление это, скажем так, своими словами просто передаю. Может быть, я не совсем точно передаю, но если что, потом поправимся. Это, скажем так, концепция, которая была разработана еще в СССР для предприятий, которая позволяет наглядно и удобно управлять производственным процессом. Его перестраивать, обновлять и, естественно, улучшать. В принципе, сама по себе вот это вот сетевое планирование и управление представлено в видеоролике на 30 минут. Если кратко, то, по сути, все, чем может управлять производство, это ресурсы и, собственно, способы трансформации этих ресурсов, если взять абстрактно и глобально. То есть, есть ресурс и есть то, что мы с ним делаем. Просто так как это мы с некое действие совершили над ресурсом, он обрел новую форму. То есть, произошла трансформация. То есть, например, у нас была руда, добытая в шахте, потом ее раздробили и частички металла, допустим, выплавили оттуда. И мы получили на каком-то этапе из одного ресурса два. То есть, отходы, по сути, производства, не нужны нам ресурсы, но все равно ресурсы. Это, собственно, остатки камней и, собственно, нужны ресурсы, из-за которого все это выполнялось. Это, собственно, металл. Но это всего лишь, в Европу говоря, маленькая часть. То есть, по сути, описание одной, двух, трех трансформаций, не больше. на производстве, например, таких вещей, как самолеты или турбины для этих самолетов, каждое устройство, конечное, итоговое, может состоять из до тысячи деталей или даже больше. Соответственно, каждую конкретную деталь, если ее нету и невозможно ее закупить заранее, ее нужно изготовить. И на изготовлении каждой детали есть свой производственный процесс. И в итоге мы получаем то, что есть огромная сеть цепочек взаимодействия, взаимосвязи, которые можно нарисовать на бумаге, но, грубо говоря, она никогда ни у кого... Вся глобальная картина, да, всей планеты, все, что происходит вообще на всех предприятиях, никогда ни у кого не уместится на бумаге. Слишком много бумаги будет и слишком много времени нужно тратить на то, чтобы это все зарисовать. Ну, идея же вот в чем. Уже тогда в СССР использовали случайно сетевые машины для того, чтобы это все автоматизировать. Кстати, если что-то непонятно, не перебивайте. Вот, сейчас с развитием технологий мы получили тоже достаточно серьезные преимущества. Сейчас это еще можно сделать так, чтобы каждому человеку, как он бы он ни был, да, то есть, будь то это ребенок, будь то это инженер, какой бы у него уровень знаний ни был, он, в принципе, можно сделать настолько простой интерфейс, что он очень быстро, легко разберется в этом. И основная еще сейчас цель создания любого интерфейса для программы или для системы. еще состоит в том, что время нам диктует необходимость подстраиваться под все виды устройств. То есть, это мобильные платформы, планшеты, компьютеры, вот сейчас еще будут уже очки виртуальной реальности, где можно будет накладывать виртуальную картинку на то, что мы видим в реальности. в целом перспективы, конечно, замечательные у появляющихся технологий, но та самая идея управления вот этими производствами, она никуда не делается, в принципе, я думаю, что некоторые компании до сих пор так и работают. Но если они используют, например, бумагу или какую-то специализированную под них программу, это может быть не совсем эффективно. Потому что их специализированная программа работает только у них, и у них нет информации о ресурсах, которые есть, например, у соседней компании или у частных лиц. Здесь же есть предложение создать, скажем так, систему, которая в потенциале сможет настроить, то есть помочь человеку или организации управлять как собственным производством, то есть буквально человек у себя в гараже что-нибудь делает, да, очень-то изобретает. Ему просто нужно что-то, то есть просто фиксировать, как он это делает, чтобы потом самому не запутаться. Это можно было воспроизвести. И ситуация, например, уже поинтереснее, да, какое-нибудь предприятие понимает, что если они не получат прибавку 2% прибыли в течение следующего месяца, то предприятие просто будет банкротом. Им технически необходимо перестроить бизнес, то есть, не бизнес-процесс, распроизводственный процесс, иначе у них не будет достаточной прибыли. Да, ну, соответственно, дальше масштаба государства. Когда государство имеет возможность видеть глобально, наглядно все свои затраты, все свои экономические, грубо говоря, процессы, это тоже может повысить и прозрачность как бы самого государства для населения, так и самому государству это может помочь быть эффективнее в том плане, что человеку больше не нужно это рисовать и документировать на бесконечных листах бумаги, он может это просто даже не запоминать, он может всегда открыть эту программу и всегда увидеть, как это на самом деле выглядит, и увидеть только то, что ему нужно. Ну, и, собственно, это очень сильно пересекается и с проектом Венера, то есть и с текущей финансовой системой, то есть, в принципе, это, то есть, управлять ресурсами нужно, вот, но настолько удобного и понятного всем инструмента пока не было видно, с чем, собственно, Влад Иванов, который инициировал этот проект, ко мне и пришел. Вот, к сожалению, сейчас до него не дозвонился, он не участвует. конференция, поэтому рассказываю я, как могу, если что, потом можно будет с ним уточнить. Так, вот, ну, и в результате того, что мы, грубо говоря, встретились, был разработан прототип, да, того, о чем я говорю, вот наглядно можно посмотреть, как могут примерно выглядеть вот эти производственные цепочки. У всех ссылка, как раз. в чем предыдущем того, что мы сейчас делаем, вот как раз изначально старался уже адаптировать это все под мобильное устройство, то есть оно должно открываться везде. если вы не говорите, я рекомендую выключать микрофон, чтобы не тратить лишний трафик и чтобы лишних шумов не было. Алло. Алло. Да, да, я слушаю лишь. Так, у нас на связи все похожи, кроме Ярослава, Ярослава на связи оборвалась. Алло. Алло, все, связь восстановилась. Так, ссылка у всех открылась. Открылась. Да, да. Ну вот, смотрите, допустим, у нас представим, есть некое поле, пространство, на которое мы можем вести сельское хозяйство, и нам от этого пространства нужен конечный ресурс, мука. вот, наглядно это здесь изображено. То есть, есть поле, как исходный ресурс, есть производство муки как процесс, и в том числе ресурс, потому что это может быть шаблонным процессом, который можно потом трансформировать или применять многократно с разными исходными ресурсами. То есть, например, с другими полями и с другими производителями муки. Если дважды нажать на производство муки, то оно раскрывается, и тут уже видно немножко более детально, какие еще ресурсы участвуют в этом производстве и как. Вот. Но пока что это, грубо говоря, прототип набросок того, как это может выглядеть. Собственно, основная цель сегодняшней конференции была в том, чтобы пригласить людей познакомиться с этим проектом и, собственно, пригласить к проработке деталей уже. То есть, как я вижу развитие этой системы. То есть, вот есть производственные цепочки. Через производственные цепочки можно представить почти все процессы информация ресурсов, которые можно только представить. Например, с Владом Ивановым сколько ни пытались себе представить сложный невозможный случай, у нас не получилось его сюда не уложить. Ну, я имею в виду воображение. Что касается на практике, было бы здорово, если бы кто-нибудь попробовал найти какой-нибудь реальный производственный процесс, и мы его от и до занесли. Вот. То, что сейчас видно у нас перед глазами, это на мобильных устройствах не работает раскрывание, то есть двойной счетчик не работает, поэтому там раскрыть звено цепочки не нужно. Это, кстати, одна из задач, которые нужно будет сделать. помимо производственных цепочек, что еще приходит на ум? Существующая такая вещь, как диаграмма Ганта, то есть уже четкий план конкретный, да, и визуально диаграмма, которая показывает, что зачем идет, и сколько занимает времени какой-либо процесс. Да не отключился. Ну ладно. Вот. Дальше, когда у нас, то есть мы можем что-то сделать? Взять исходный шаблон этой производственной цепочки, то есть то, что мы сейчас видим перед глазами, сказать каждый процесс сколько занимает времени, да, это может быть универсально, или потом можно адаптировать в каждом конкретном случае, но нам будет достаточно всего лишь однажды сказать, когда этот процесс начался, и мы сразу из этого графика можем получить следующее, диаграмму Ганта, то есть полный четкий план по времени работ, и мы можем еще назначить исполнителей, кто на каждый процесс назначен, да, и соответственно кто за это ответствовал. дальше что-то Евгений тоже отключился, меня сейчас слышно? Да, слышно. Так, вот, ну и соответственно дальше, когда у нас есть четкий план по времени этого производства, мы можем для каждого работника сделать его персональную страничку, где он будет видеть свой собственный календарик и список задач, где он может сказать, да, я это уже сделал, и соответственно это сразу все в общей системе обновляется. Так. Вот это типа ERP получается, понимаешь? То есть в принципе я, наверное, более-менее описал идеи, поэтому да, сейчас ваши вопросы, идеи, предложения. я понимаю, что это по сути как ERP система. А можешь расшифровать ERP? Enterprise Resource Pointing. Да, это она и есть, но вопрос существует ли она в таком виде и с открытым исходным кодом. Ну, открытые исходники были, в свое время мы для себя писали самописанно, ну, для верной заработки это было в нулевых глазах еще. А по поводу открытых были какие-то? Сейчас я не вкуню. На тот момент были. Ну, в общем, задача в чем? С одной стороны, очень интересно посмотреть, что есть и что существует. Как бы мы не очень много времени потратили на то, чтобы разработать вот этот небольшой предотип, но тем не менее получается на практике, что сейчас настолько много информации в интернете, что быстрее уже самому сделать, нежели найти. Ну, это сомнительное утверждение. Ну, как сказать? Все зависит от ресурсов. Есть ли ресурсы на разработку или их нет? Ну, естественно, ресурсы крайне ограничены. по сути, разработкой занимается сейчас только я и Влад. А сколько у вас, сколько в день вы готовы тратить часов на этот проект? Я готов, допустим, часа два-три в день тратить. С часа два-три в день. Влад? Влад, он сейчас в течение месяца не будет доступен, то есть он только сентября может быть подключится. Вот. и вот то есть ресурсов сейчас недостаточно, поэтому откуда вы предполагаете брать ресурсы? В частности, время программистов, время дизайнеров? дизайнеры, грубо говоря, мне лично, я сам как бы частично дизайнер, да, то есть я, конечно, больше программист, но мне достаточно будет совета. дизайнера или даже обычного человека, чтобы нечто визуально исправить, да, или предложить несколько вариантов того, как это может выглядеть. То есть что касается дизайнеров, это вопрос, наверное, грубо говоря, второстепенный. Что касается программистов, ну, я использую разные способы. Во-первых, у нас есть своя команда, но она в данный момент занята. на другом проекте, где есть деньги. У нас есть план, что через некоторое время мы выйдем на то, что этот проект будет поддерживаться на полуавтомате, и нам участвовать в нем уже не нужно, будет настолько глубоко. Соответственно, у нас будет этот финансовый ресурс, и мы сможем часть своего времени выделять и сюда тоже. Дальше. Я обучаю совершенно бесплатно всех желающих программирования. И в процессе обучения я предлагаю заниматься не такими-то задачками, которые, грубо говоря, многократно уже решались людьми, а именно работаем в творческих задачах, да, над реальными проектами, или вот над такими прототипами реальных проектов, которые, возможно, разобьются нечто большее в будущем. Ну, и пока все. То есть, инвесторов я не ищу поддержку, но только если за счет кооперативов. Хорошо, я понял. А по поводу обучения, то есть, по твоим оценкам, набрал-то группу, предположим, 10 человек, вот. Сколько вот из этой группы вот на выходе получится, ну, качественных специалистов? У тебя был опыт, когда ты обучал группу людей? Или ты индивидуально обучал? Скажем так, я нестандартный подход использую для обучения. Я обучаю больше дистанционно и чаще все получается индивидуально. то есть, это через группу говоря. По сути, все, что я могу сделать, по большей части, это либо лично провести вот такую онлайн-трансляцию, что искать, и, соответственно, что-то совместно в режиме реального времени поделать. Либо дать какую-то информацию, предложить ее там изучить, а потом как-то опробовать, если возникает вопрос. Короче, наставничество, это больше такое. Что касается групповой, то есть, я работаю с людьми из разных точек нашей планеты, поэтому физически всех в одно место не соберешь. Такой вопрос. Если это наставничество, какой опыт? В смысле, какой опыт? Опыт у тебя какой? В этом. Ну, вот, у меня будут какие-то феноменальные. Я понимаю, что программирование мне можно делать все, что угодно, хоть ежа написать. Просто про то, что, как бы, есть все конкретные планы, мы будем думать над конкретной задачей. Конкретно наставничеством я начал заниматься последние полгода. Что касается опыта программирования, программирования, программирование я с 10 лет. То есть, уже около 15 лет я постоянно изучаю, что происходит с технологиями, как они развиваются, ты не тот программист, который на хабре была статья, что 16 лет у нас стал работать в геймдизайнерном. Я пошутил. У меня была немножко другая история. Хорошо, получается, ну, я вижу, что ресурсов очень ограничены. Я сходу скажу, да, вы там, смотрите, почему бы не поширить этот проект с коммерческими структурами, которые могут быть заинтересованы в этом. Я не против, но, скажем так, я не собираюсь создавать проект-монстр, который включает в себя все решения. Зачем? Достаточно сделать идея в том, чтобы создать некое ядро, некую основу, которая объединит разрозненные проекты, которые уже существуют. Например, для непосредственного управления на уровне задач, то есть, когда мы не глобально смотрим на то, что у нас происходит с экономикой или как именно происходит производственный процесс. Если мы уже внутри производственного процесса и нам нужно управлять задачами, существуют две прекрасные системы. Это BetterMeans, она опенсорсенная, бесплатная и переведенная на русский язык. Соответственно, в нее можно экспортировать эти задачи прямо нажатием одной кнопки, грубо говоря. И Bittrex. Это тоже условно-бесплатная система, она бесплатна до 12 сотрудников. Но если мы, грубо говоря, применяем принцип прям пирамиды, то есть, МММ, где есть грубо говоря, 12 человек руководителей, у каждого у них по своей собственной компании, в которой 12 человек и там далее может быть у каждого из них. Короче, бесконечная рекурсия вниз, дерево такое получается. Можно использовать весь Bittrex совершенно бесплатно, если делить все на маленькие команды. Но в целом управлять этим делом можно вот в этой системе. То есть, она позволит одной крупной организации разбиться на много маленьких мелких и интегрироваться там с тем же самым Bittrex. И мы автоматом получаем и... Сквозь, можно все равно смотри, если мы назовемся на маленькие группы, тогда общая картина будет не видно. Что? Общая картина будет не видно. Общая картина будет видна, потому что вот та система, которая общая, она будет иметь возможность с базой данных допустим, того же Bittrex локального на 12 человек, она может оттуда не только туда загружать информацию, но оттуда еще и получать информацию. То есть можно организовать это все таким образом, что общая картина будет видна. Это вопрос технический. Слушай, а Буланов скидывал скульптим на байфер с возглавом? Ну, да, это все конструкции. У тебя ее нет или что? Или... Ну, нет, не было, не видел. Я тебе сейчас скину. Я тебе скинул вот запись, которую я в группе у себя публиковал. Там он как раз комментарий написал, что для него, конечно, необычно. Вот, я тебе ссылку скинул, зайди по ссылке и там увидишь комментарий его. В его комментариях две ссылки. Одна депозитория скачала, другая, собственно, на развернутый тестовый бетер. То есть, я так понимаю, наша задача программирования программного обеспечения для разнопланового производства, так? Да. Для любого производства. По сути, на самом деле, то, на что это похоже, больше всего, сейчас есть тренд начали делать программирование визуальным. И оно тоже начинает выглядеть состоящее из-за таких блоков и связей между ними. То есть, по сути, вместо того, чтобы программировать информацией, да, то есть, управлять тем, как изменяется в памяти компьютер информация, мы можем точно таким же подходом программировать трансформацию ресурсов на нашей планете. Только у нас, грубо говоря, сама реальность есть вот эта вот память, да, с которой мы работаем. У меня не такой еще такая вот, ну, называйте меня параноиком, но опыт некоторого программирования и некоторых действий мне подсказывает подумать о такой вещи, кому мы можем перейти дорогу данными планами и данными действиями. Ой, тут вот с BetterMinds была история. Они через их систему некая анонимная группа организовала Окупай Уолл-стрит в Америке. Надеюсь, слышали. Или не слышали. Нет, что-то как-то пропустил. вышли люди на забастовку и перекрыли дорогу перед небоскребом, где сидят собственно все толстоособы Америки. Вот. и начали грубо говоря качать права. Это все дело, когда прикрывали, прикрыли еще и разработчиков этого BetterMinds и собственно саму эту систему. Три года назад это было. То, что сейчас вот я скинул ссылку, это не оригинальный репозиторий развивающийся, он три года назад умер. Это его продолжение другими людьми. Но некоторые считают, что анонимно там присутствует часть тех же самых разработчиков. То есть в принципе можно вопрос запоздавать? То есть иными словами перейти дорогу мы можем кому угодно. Поэтому переходить дорогу это надо аккуратно договариваясь. Костя, слышишь на меня? Да, да, вопрос это по поводу бытов. Не шел, там вторая ссылка это на перевод. Как было до процента, так осталось 2% до полгода висит. Либо что-то я не понял. Он, возможно, не ту ссылку дал. Да. Он не ту ссылку дал. Там не 2% висит. Там объяснено, что русская различная рельсия осталась 2%. Ну 98 переведено. 1% осталось, 99 готова. А, да, да, да. Ну, то есть она по сути готова. То есть это значит, что она уже этим можно пользоваться. Вот, что касается ссылки на сам развернутый тп, сейчас я его вставлю. Вставлю в комментариях тоже. Спасибо. Спасибо. Второй такой вопрос, тоже немаловажный по поводу безопасности, привлекая вообще совершенно разных людей в данный проект, не получится ли так, что мы внедрим в проект некоторых таких, скажем так, недобросовестных личностей, и как они могут принять чести. Ну, я не любитель вообще кого-либо делить на добросовестных, недобросовестных, не любитель кому-либо верить или не верить, я любитель того, чтобы приглашать людей к практике и, грубо говоря, делать дело. Либо оно делается, либо оно не делается. Поэтому, грубо говоря, либо они его развивают, либо они не развивают. То есть в любом случае кто-то оружие разрабатывает до сих пор, кто-то пытается искусственный интеллект применять уже и вооружение, как бы мы в безвыходном положении, нам все равно надо это делать, потому что если мы это не сделаем, у нас не будет физической возможности переиграть ту же оборонку в том плане, что наладить хотя бы производство еды нормально, чтобы людей этой проблемы хотя бы не было. И так далее. То есть очень актуально производство еды по поводу наших российских реалий. Плюс вот Ярослав все на связи. Ярослав, ты там? Ярослав, не слышно. В общем, недавно мы с Ярославом встречались с человеком, который как раз хочет сделать некий IT-кластер, то есть что-то типа цифровой долины в Крыму. Интересная идея, но он это хочет делать за счет денег государства. Опять же, им же нужно какие-то проекты разрабатывать, это может быть одним из тех проектов, которые туда можно продвигать. Потому что в любом случае это, по сути, это нужно всем, даже тем, кто строит танки и самолеты, пусть это дело не очень приятное, то есть не очень полезная, грубо говоря, для всего человечества, потому что оно только идет, что уничтожает все. Тем не менее, для того, чтобы это дело организовать эффективно и понизить цену всего этого добра, тоже может помочь такая система. Ну, если мы строим идеальный механизм для постройки машины судного дня, то это будут выдавать очень неплохие дивиденды. Да, но нам как бы не хотелось бы, чтобы он туда развернулся, поэтому я думаю, что начинать нужно все консорсы. а как будем сдерживать в таком случае, если не хотим, чтобы он туда развернулся? Как можем сдерживать только населением? То есть, в группу говоря, вот есть проект Венера, допустим, в группе во Вконтакте уже там 150 тысяч где-то человек об этом проекте знают. Раньше там вообще было 500 человек всего несколько лет назад. грубо говоря, вот есть пропаганда, да, то есть рассказывает о том, что есть позитивная альтернатива всем тем ужастикам, которые сняты в Голливуде. Вот, то есть, если люди будут видеть этот исходный код и смогут его применять на практике для своих добрых дел, то у нас появится шанс что-либо перевесить, да, то есть, грубо говоря, не знаю, там, создавать больше средств коммуникации, например, там, фотоаппаратов и тех же очков, которые будут все записывать и систем, которые, например, могут, не знаю, хранить информацию децентрализованно. Исходный код на самом деле, исходный код на самом деле достаточно очень такая, не то чтобы опасная, такая странная штука. То есть, с одной стороны все, да, понятно, все передают вместе с пусками, того, что делается, но это подражает то, что это приблизительно одинаковое ядро всех, входят с данным проектом, и под него можно писать какие-нибудь хотя бы бутык, вирус, в чем будет. То есть, и наоборот, как-нибудь виды нити распространять это, вот, эти, как говорится, если вы пользуетесь линуксом, это не значит, что на ваш компьютер нельзя поставить троянный или еще что-то. Нет, ну, конечно, в любом случае банально даже мы, люди, состоим из материи, те компьютеры, которые это будут выполнены, состоят из материи, да, и, грубо говоря, информация на жестких дисках это состояние этой материи, то есть, грубо говоря, электрон в одном месте, ну, грубо говоря, атом в одном месте, атом в другом месте, по сути, тоже просто другая форма этой материи. Тут вопрос в чем, что если зло существует в этом мире, и оно настолько упорное, то, ну, грубо говоря, придется бороться, да, если проблема не возле в банальной человеческой глупости, то мы точно, грубо говоря, этим сможем сделать что-то полезное. Так что вопрос такой. Вот, в общем, у нас уже достаточно много времени прошло с момента всего этого записи, да, уже 48 минут мы эту встречу ведем. Так, вопрос такой, тогда уже следующий. Как бы, чтобы это не превращалось в бесконечное рассуждение, есть ли здесь те, кто готов понаблюдать или поучаствовать над уже практическими делами на тему того, как взять вот этот прототип, посмотреть, что у него, грубо говоря, под капотом, и поделать эксперимент и попробовать его поразвить. Например, есть такая насущная проблема, как сделать так, чтобы на мобильных телефонах можно было раскрывать часть производственной цепочки. мобильных телефонов хочу сразу заметить. Это же частность, я считаю, что вначале пусть кто-то будет основа, а потом уже на мобильных не очень эффективно будет заниматься мобильных. дело в том, что оно уже работает на мобильных. Структура непонятна, структура значит только в начальственном состоянии. Как это непонятно? А где, то есть вот система, я соприкоснулся немного с ERP, да, там корпорации тратят очень-очень большие ресурсы на создание, даже не на создание, на интеграцию такой системы к себе. То есть есть люди, которые описывают процессы, да, потом эти процессы адаптируются уже подготовлены ERP-системы, да, это занимает, это большой человеческий ресурс и материальный ресурс. И поэтому я бы начал ну как-то с основной структуры вот этой системы. Ну структура вот лично вне она примерно понятна. я могу немножко углубить в этом плане то есть почему я считаю, что сейчас интерфейс важный сделать. Дело в чем, что вот то, что сейчас мы видим на экране, по сути, разработано не мной, да, это уже готовый модуль, по сути, да, то есть кто-то разработал бесплатно для всех выложил способ представления информации для той же экономики. Но есть существенный недостаток у этой то есть можно только просматривать информацию, нет возможности интерактивно вот редактировать эту информацию, да, нам не нужна ни база данных, не нужна особая структура для того, чтобы сделать маленький шажочек, да, для того, чтобы хотя бы это можно было визуально редактировать. Но если мы сделаем, что заранее это еще будет удобно и на мобильном телефоне, нам не придется тратить огромное количество человеческих ресурсов, чтобы это еще и адаптировать. Мы сразу просто принимаем внимание, что оно должно работать и там, и выглядеть должно предельно просто, и быть понятным даже ребенку, чтобы это было интуитивно и просто, да, берем, там, не знаю, сделали пару движений, и сделали уже какое-то конкретное действие, чтобы не приходилось. Такой вопрос, то есть я понимаю, насколько я понимаю, это получает такое, у каждого человека в мобильном устройстве будет такой своеобразный модуль википедия там с вопросом, что я делаю производство, как я помогаю миру, то есть такая вот это будет как глобальная группа, говоря, карта производства. Человек просто сможет увидеть, где именно например, вот допустим он просто сказал, что у него есть ресурс, по сути ресурс это просто точка на графике, у которой дальше идет стрелочка в знак вопросов. То есть никуда я сейчас повторно скину картинку. Такой вопрос, это только производственный или можно применять данную систему ко всем людям, допустим у меня сломался принтер, я могу раздать дать принтер то есть ко всем людям. идея как раз в том, чтобы сделать это максимально универсально, тогда это можно будет скажем так, тогда это грубо говоря взлетит как тот же Facebook, то есть идея в чем, что у нас есть социальные сети для людей, но у нас нет социальных сетей для мобильников и прочих ресурсов, грубо говоря, но если у нас есть килограмм золота, то он на самом деле тоже путешествует с ним, случаются разные вещи, например, его передают от одного человека к другому и так далее, до тех пор, пока его не переплавили. Ну, понятно, что это примерно такая социальная сеть, но не то, что социальная сеть, фиксация событий, но уже не на уровне человека, мы же еще в социальных делах записываем свои события, что у нас происходит. Здесь будет запись ориентирована на то, что происходит с ресурсами. На самом деле некоторые люди сейчас просто устают от социальных сетей, не будет ли такой тенденции, что все это прекрасно, все замечательно, дележка товарами, там, чем угодно, ресурсы, это определяем, ура, все, у тебя есть, у меня нет, давай делиться, все это, да, взлетит, но чем, что взлетит, потом люди сломают, и это будет в свой город такой брак, и такой, идее, которой никто не доверяет и так далее. Не кажется ли, что к этому может прийти? Ну, это возможный риск, но надо думать, как этого не достичь. Одним из решений может быть, во-первых, сделать, чтобы это было действительно просто, во-вторых, чтобы впоследствии часть вещей заносилась автоматически, то есть, например, у нас есть Microsoft HoloLens, он умеет сканировать вокруг себя трехмерное пространство, то есть, иными словами, человек пришел в какую-то комнату и видит на какой-то полке лежит некоторая коробка, да, эта система заранее может сделать запрос в эту общую базу данных и спросить, что именно располагается в этой комнате, да, и на каких местах относительно этой комнаты. прекрасная отмычка для воров, намечательный вопрос. Да. Короче, давайте... Мы изобретаем ядерную бомбу, не кажется ли? Для воров это, конечно, может быть отличным указанием для того, где это лежит, но было предложение сделать такое, что не вся информация будет открыта в этой системе, то есть, дать возможность тем, кто хочет закрыть себе, закрыть свою информацию. Например, информация о своих ресурсах, о том, где они конкретно располагаются, на какой полке лежат и так далее. И что не может быть закрыто? Это IT. С этой стороны, да, но получается, если у тебя есть супероружие, которое позволяет уничтожить любого противника, то какая разница? Ты всё равно можешь делать всё, что угодно. есть вопрос. в принципе, да. Если у тебя, грубо говоря, какой-то бронежилет, такой, что у тебя даже есть ракета, тебя попадет, тебя не взорвет, то есть, грубо говоря, ты не уязвишься. тогда ты можешь торговать золотыми читами на этой штуке. Понятно. Ну, например. Вот. Я о чём говорю? Что вот есть, допустим, этот Холлинг, он делает 3D-сканеры, он может автоматизировать процесс изменений. То есть, например, человек просто взял руками, дотронулся от этой коробки и начал перемещать. И тут же в эту систему идёт запись о том, что у неё меняются координаты. Автоматически. Человек вообще ничего делать не надо, кроме как просто взять и перетащить эту коробку в другую комнату. Сервера для вычисления мощности Сбербанка будем арендовать или как? Пока что нам хватит бесплатного облака Cloud9, собственно, где сейчас это всё и располагается. Ну, а затем в зависимости от нагрузки. Чем больше людей... Затем, как это мы его положим, будет прекрасно. Чем больше людей будет пользоваться, естественно, в крайнем случае можно и брать модель Википедии. Говорить людям, так, ребят, если в следующем месяце у нас не будет такой-то суммы, нам придется сервис выключить и, типа, жертвовать им деньги. Иначе всё будет. Как проект идеи интересны. Такой ещё вопрос, будет ли данная запись с объяснением всего и вся где-то выложено, чтобы я мог поднакомить данный проект. И вот всё, что мы сейчас обсуждали, оно записывается. И, собственно, я ещё наглядно показываю демонстрацию экрана, то есть это видео. Вот. То есть видео, звук и слышность здесь на всех. То есть я это на Ютубе выложу буквально через несколько минут. Так. Мы опять в обсуждение ушли. Ладно, давайте так. Я предлагаю, что сделать? Сейчас ещё подвести итоги, закончить обсуждение, чтобы оно уже кончилось. И уже дальше договориться, кто там один, два, три человека, хотите все, кто уже готов непосредственно практику. То есть решить, как, грубо говоря, из обсуждения глобального, то есть из-за чего тратится огромное количество времени уже не разу. Повторяю, люди, когда обсуждают абстрактные вещи, они не договариваются, потому что такие вещи, как любовь, общество, человечество, они имеют огромное количество частных случаев и огромное количество интерпретаций, как это должно быть или может быть. Из-за этого обсуждение можно вести бесконечно. Практика же начинается с того момента, когда мы определяем самую минимальную задачку, которую можно выполнить вот прямо сейчас, за 10 минут, за час, но это конечное действие, которое понятно, четко определено, единственное, что нам непонятно, к чему это еще не сделано. И, собственно, мы начинаем фокусироваться на конкретном, как же все-таки это решить. Вот она начинается практика. Вот, список задач уже в чате там есть. Я, кстати, не знаю, как тебя называть, ты говоришь фай, 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 в общем, я тебе сейчас продублирую переписку того чата, в который всех добавлял, я тебя тоже добавлю, что ты мог людей приглашать. И у тебя будет, в принципе, более глубокий представитель. Там уже есть список задач, которые нужно сделать, я его давно уже планировал. Осталось это все дело просто по шагам делать. Как-то так. Ну что, давайте так вопрос, идеи. Я пока понаблюдаю за этим проектом в качестве наблюдателя. И вот мое мнение таково, что разрабатывать большой проект это сложный проект без ресурсов. это неэффективно. Поэтому я бы пошел в сторону того, чтобы шерить затраты с внешним миром. Есть государственные какие-то аспекты, где государство финансирует. Есть коммерческие аспекты, где приглашая приглашая или делать какие-то стартапы. В конце концов, Вячеслав, я закончу. Где делая стартапы и показывая частичную часть модури какой-то и получая финансирование разрабатывать. По кирпичикам я считаю, что есть смысл идти от текущих потребностей. сейчас есть потребности в системе управления проектом. Чтобы люди были, их компетенции были, ресурсы они шерили, и было понятно, у кого какие ресурсы есть. Управление задачами на таком простом уровне сделать, начать деятельность. Да-да. И есть смысл изначально проектировать глобально как это работает. Чем она будет отличаться от коммерческих CRP-систем? Зачем есть ли смысл запитать велосипед? Возможно, есть опенсор. Конечно, да. Вот мое мнение в результате сложилось. Да, в принципе, даже если у меня сразу идея возникла, например, есть 1С, кому-то нужно буквально нарисовать трехмерную модельку и нажать пару кнопочек и сразу получить все документы, все накладные, все распечатать и тут же отправить на исполнение. Если это все дело синтегрировалось с тем же битриксом и с 1С и вот эту как раз интеграцию с этими платными системами взять на финансирование у кого-то там какой-то компании, да, то есть заинтересовать какую-то компанию, то один раз это разработав, можно скажем так дальше это применять и для коммерческих проектов и для некоммерческих. Вот разница здесь грубо говоря от коммерческих проектов только наверное в том, что о коммерческих проектах мы не забываем. То есть мы учитываем, что эта система должна быть скажем так должна поддерживать себе возможность работать с такими штуками как некоммерческие организации и просто там какая-то группа частных лиц чтобы могла организовать не знаю даже просто детей могли организовать не знаю разработку какого-нибудь замка или модель космического корабля у себя в гараже но так как они это будут делать бесплатно это будет видно и тут же отслеживаем если они ядерный реактор построят то к ним сразу приедут А как это смотри как защитить систему если делать на этих крипто технологиях и что они распределенную видят Это конечно можно но это обязательно нужно чтобы система внешняя не видела как только мы коснемся к криптографии и всего остального нами очень сильно заинтересуют нас сразу начнут закрывать как глобально просто возьмут разработчиков возьмут и скажут что это вы все не творите нет надо все-таки сотрудничать с правоохранительными органами если нужно отслеживать тех кто закупает ингредиенты для бомб ну извините надо им эту информацию предоставить чем раньше эй ребят вы там о чем опять началось то же самое я уже устал как эти мифы развеивать о том что там к вам придут как только вы там начнете в носу ковыряться еще используйте любые технологии которые удобны дело в том что абсолютно нет никакого противоречия использовать криптозащиту или не использовать банки все используют там все службы используют в каждом компьютере это есть никаких запретов на это не существует значит про то что юридически да юридически выглядит примерно так все что делаем в интернете оно в юрисдикции интернета когда вы ходите по улицам и приобретаете там реальные товары это вы совершаете в юрисдикции той территории на которой вы находитесь поэтому не надо там путать теплое с мягким да там и прочее берите пользуйтесь никаких проблем поэтому обязательно в интернете необходимо использовать децентрализованные инструменты децентрализованный интернет вообще желательно а значит переносить на реальные ресурсы то есть как сказать совершаешь покупку оплату можешь там биткоинами но это в интернете а физически покупку забирать товар вот в юрисдикции той территории если ты покупаешь наркотики ты можешь оплачивать их там чем угодно но физически их использовать на этой территории если на этой территории есть соответствующие законы там нельзя вот все просто ну я так полагаю наверное все можно заканчивать на этом кого как-нибудь еще возражения есть против этого или дать протерьез что-то 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 что-то